Мешай аккуратно, а ты не балуйся, не мешай брату. Лисан Бекмухаметова на расхват. Со старшим сыном делает уроки, с дочерью рисует. В январе приятные хлопоты прибавились. Родила третьего ребенка. Теперь семья Лисан и Фаниса многодетная. Радостные события для нас были. Я очень радовался. Самое главное – здоровье. Работа есть. И в селе хорошо работаем. Поэтому решились смотреть тоже. Но решаются не все. Сегодня не то, что три. Но и один ребенок в сельской семье – редкость. За 26 лет рождаемость в малых населенных пунктах у женщин в возрасте до 29 лет снизилась сразу в два раза. Необходимости стимулирования, во-первых, ранних рождений от 15 до 24 лет. Стимулирование рождения в сельской местности с тем, чтобы у этих женщин в дальнейшем появилась мотивация на рождение второго и третьего ребенка. Поддержать молодых и вылезти из демографической ямы. С этого года жительницам татарстанского села младше 25 лет за рождение первого ребенка выплатят 50 тысяч рублей. А сельчанкам младше 29. За третьего малыша – 100 тысяч. Накануне постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. На выплаты могут рассчитывать женщины, проживающие на селе не меньше трех лет. 2020 женщин в прошлом году родили детей до 25 лет, проживая на селе достаточно длительное время. 397 человек на селе в том году до 29 лет родили третьего ребенка. Вот если нам даже удастся сохранить вот этот вот тренд, безусловно, это будет на такой серьезной поддержке. Сегодня в селах проживает каждый четвертый татарстанец. За пять лет отток превысил 50 тысяч человек. Такая поддержка молодых семей, конечно, будет влиять на благосостояние, благополучие семьи. Я думаю, конечно, демографическое состояние нашего сельского поселения и в целом вообще республики, Тарстанец, не только республики, а вообще всей России побольше будет. Потратить единовременную выплату можно на любые нужды, будь то улучшение жилищных условий или образование для ребенка. Для того, чтобы получить деньги, мамам достаточно прийти в отдел соцзащиты, принести свидетельство о рождении детей, паспорт, заявление и счет, куда переводить деньги. Подать документы необходимо в течение шести месяцев после рождения малыша. И через 10 дней бюджет семьи уже пополнится. Деньги будут выплачиваться вне зависимости от доходов. Алина Бережная, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова